Кто-то из вас желал применить голодание для того, чтобы излечиться от бронхиальной астмы? Я в свое время разбирал оздоровительные системы, кто как излечился, кто что применял. И вот в частности Николай Федорович Морозов написал книгу «Законы природы и здоровья человека». Какой у него мотив был? О себе и своем опыте успешной борьбы с хроническими недугами. Я инженер, возраст 67 лет. Жизнь заставила меня плотно заняться решением проблем собственного здоровья. Как против каждого из нас. Хорошим состоянием которого я не отличался с самого детства. Итак. В 1974 году начал чувствовать боли в области сердца. Установлен диагноз – ишемическая болезнь сердца. Летом 1975 года, после бега обливания холодной водой, начался кашель, усиливающийся по ночам. Однажды ночной кашель закончила удушившим. Началась бронхиальная астма. К ней добавилась аллергия на пищу и запахи. Обострился многолетний хронический насморк. Произошло самопроизвольное искривление на своей перегородке, закрывший одну ноздрю. А почему одну ноздрю закрыла? И какую именно? Та, которая охлаждает организм? Или та, которая обогревает организм? Интересно. То есть закрываются ноздри не просто. Так вот закрылись и все. Короче, почитайте. Это номер 12 за 2014 год. Что он там делал, как он делал. Избавился. То есть все это разбираю, разбираю. Мне самому интересно. Так что тем, кто страдает бронхиальной астмой, прежде чем там что-то там голодать и так далее, разобраться, разобраться. Есть ли у вас насморк? Постоянный ли у вас насморк? Вот эта вот астма, как бы сказать, обостряется после волнения, после переживаний каких-то, или нет, или когда это происходит. И вот все это, так сказать, выписать сначала. Все эти причинки для себя взвесить, уяснить. И потом потихонечку одну за другой вычеркивать. И она только брык и исчезла. А вот смотрите, в газете 11 за 14 год, астма бронхиальная, лечение, профилактика бронхиальной астмы. Так это уже окончание идет. И обостряется. Астма бронхиальная. Смотрите, большая статья. Народные способы, травяные сборы, различные, травы и прочее, прочее. Домашнее средство лечения бронхиальной астмы. Свежевыжатые соки для лечения профилактики бронхиальной астмы. Ооо, ооо, ну, что вот это я все должен пересказать. Опять-таки вот, про астма, это уже астма. Что такое бронхиальная астма? Я взял несколько источников, я устранил их, чтобы выявить общие закономерности и сделать свои выводы. Астма, слово от греческого, у души, бронхиальная астма. И пошло, история изучения, еще. То есть большущая статья. Не просто, знаете, статья, опять-таки, лишь бы что-то описать и так далее. И направить вас, а пойдете лечиться вот туда вот. А как с этим нужно самостоятельно справиться? Ну, заходите, заходите на сайт, смелее.